В воскресенье днем в авиагородке зафиксировано ДТП, результатом которого стала гибель человека. Через час после столкновения в больнице скончалась пенсионерка 1949 года рождения. Эта женщина ехала пассажиром в Ниссане АД на заднем сидении. Машину вел ее супруг. Пара направлялась на дачу и выезжала на Матвеевское шоссе из жил массива с левым поворотом в сторону аэропорта. Автомобилем, который врезался в борт универсала, управлял 24-летний водитель. Тойота Труэна мчалась в сторону центра города по первому ряду. Появившуюся впереди помеху молодой человек заметил, но вовремя остановить машину помешала набранная скорость. Ударом АД швырнула на встречный Лексус. Хоть владелец Труэна и ехал по главной дороге, горожанин явно чувствовал себя неловко. Нервничать заставлял слишком длинный тормозной след. Я оттуда ехал в сторону центра машины, я с прилегающего езжал. Это на универсале? Да. А Лексус? Лексус по касательно просто мимо заделал. А кто первый столкнулся с кем? Я из Миссана. Овдовевший в этом ДТП пенсионер говорил полицейским. Просто не ожидал, что псевдоспортивный автомобиль окажется в точке встречи так быстро. Житель авиагородка прекрасно знал, что скорость здесь ограничена. Пенсионер подумал, что Труэна находится достаточно далеко и приступил к маневру. Я смотрю, на светофоре появился. Я свободно перееду. Вот этот черный? Да. Ну, свободно в эту разъеду, что заеду. Слышал. Та-да! С какой скоростью летел? О слишком высоком темпе движения Труэна говорил и третий участник событий. Владелец Лексуса. Своего враждебного настроя к молодому человеку мужчина и не скрывал. Я вот на этой машине ехал, как я не видел. А, то есть скорость визуально даже была видна, да, что вы высокая? Ну, конечно, больше. Я вам сам сказал, 80. Он ехал больше скорости, 40, знак, он ехал 80. Причину смерти погибшей в этой аварии женщины еще предстоит узнать. Она оказалась на острие удара и после столкновения свешивалась из окна. Вместе с тем, известно, что пенсионерка пользовалась кардиостимулятором и к трагичным последствиям могли перевести не увечья, а проблемы с сердцем. Формально правило нарушил ее супруг. Однако фигурантом уголовного преследования может стать и водитель Труэна. Сейчас решающее слово за судебным медиком. Дело возбудят только в том случае, если женщина погибла от травм. С места происшествия Мария Склярова, Анна Карпова и Александр Савчук.